приветствую друзья на канале сегодня хочу поделиться своими впечатлениями о поездке на карьер губник в Винницкой области маршрут нам подсказал дима шаги отправились мы через зумынь по трассе е-50 надо двигаться до гай сына потом повернуть на лодыжинская из лодыжинского уже заезжать на губник противном случае если заезжать с другой стороны вы придетесь в южный бок и карьер будет у вас рядом но тем не менее в недосягаемости маршрут заезда на карьер от ум они можно посмотреть на google картах моих ссылочка на карты находится верхнем правом углу на поверхности карьера очень чистая и красивая вода карьер вообще сам по себе очень красивый видимость на поверхности ну наверное метров десять видно было как под водой ходит рыба каменный берег мы стояли со стороны где глубина начинается ну где-то 7-15 метров поэтому пляжа как такового тут нет все прыгают в воду прямо с камней при этом забывают снимать фитнес-браслеты и сережки и соответственно вдоль берега можно поплавать и пособирать достаточно интересную коллекцию собрали часы фитнес-браслеты серьги очень все что было на дне виде развлечения мы собирали поднимали на поверхность но это не наша основная задача наша основная задача обойти карьер и найти что-то интересное на дне по рассказам местных жителей как всегда карьере на дне огромное количество затопленных автомобилей техника стоит но это в принципе как всегда и во всех карьерах мы обошли северную стенку карьера видимость достаточно хорошая особенно там где нету деревьев потому что это август месяц вода везде цветет там где деревья находится над водой ноль деревьев эти листья и все остальное которое конечно ухудшает видимость на южной стороне карьера достаточно много деревьев и поэтому там видимость хуже чем на северной стенке плюс ко всему очень много людей купается на южной стороне карьера в этой поездке мы не успели обойти западную стенку и пройти через центр карьера. Это два места, которые еще стоит обойти и надеюсь мы сделаем это в следующий раз. Мы искали глубину. Хотелось узнать, какая же все-таки максимальная глубина в карьере и что находится на дне. Ну наконец-то, вот он наш искомый свал. Темноту и в бездну, но зато интересно, что же там будет на дне карьера. Где затопленная техника, затопленные автомобили, ну и все, что обещают нам местные жители. Мы медленно опускаемся. Начинается, как всегда, грустная, унылая картинка. Цвета потихоньку пропадают и темное дно. К сожалению, следы людей, находящихся на берегу. И максимальная глубина, которую мы нашли, 34 метра. Дальше дно выглядело просто, как ровное плато. Видимость достаточно хорошая, метров 10-15, наверное. Но свала мы не видели перед собой. Поэтому отсюда я могу сделать вывод, что глубь больших глубин в этом карьере просто нет. Проплываем, не обращаем внимания на оператора. Продолжаем двигаться дальше. Темно, холодно и сероводород. Черное дно с огромным количеством мыла. Камушки. И больше ничего интересного. Возможно, с западной стороны или где-то в центре карьера, но я в этом сомневаюсь. Интересное направление это сероводород. Потому что сероводород, он стекается по дну. Меня многие спрашивают, что-то жду сероводород. Что это такое? Как он под водой? Вы летали на самолете. Вы видели облака. А это те же облака, только под водой. Он стелется, течет речушками, и стекается в большие озера. На небольшую высоту он поднимается на дном. И в этом сероводороде ты плаваешь, как в облаках. Ощущения, конечно, потрясающие. Ты не видишь, что находится перед тобой. Ты не видишь, что находится под тобой. Но вместе с тем ощущения просто потрясающие. Ты просто паришь в облаках этого сероводорода. О, первая интересная находочка за полчаса на дне. Весло, которое недавно потеряли. Благодаря, кстати, этому веслу мы познакомились с ребятами из Винниц. Ребята, вам привет из Киева. И больше ничего интересного мы здесь не нашли. Поэтому согласен, начинаем потихоньку подниматься. Друзья, если вам интересно мое видео и интересен рассказ, не забываем подписаться на канал, комментировать и оставлять свои пожелания. После двух длинных и достаточно глубоких дайвов, потому что мы практически оба дайва провели на максимальной глубине, которую мы смогли найти на этом карьере, я могу сделать один вывод. Карьер действительно красивый. В нем очень красивая флора, фауна на небольших глубинах. Много рыбы. Разные рыбы. Мелкие, крупные рыбы, которые мы встречали. На дне чего-то такого, ах, интересного мы не нашли. Может быть, в следующий раз на западной стороне нам что-то попадется. Но отдохнуть, поплавать, покупаться. Несмотря на сложности подъезда к самому карьеру и место расположения на берегу карьера, место просто замечательное. Достаточно интересное место для начинающих дайверов. Есть, что посмотреть на небольших глубинах, познакомиться с подводным пресноводным миром и почувствовать, что такое дайвинг в пресных водоемах. Очевидно, знакомство с карьером было бы неполным, если бы не было ночного дайва. Спасибо, Володя, за съемку, которую он сделал ночью. Ночью подводный мир меняется и выглядит абсолютно иначе. Это красиво и интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Оставайтесь на канале. До новых встреч, до новых погружений, до новых впечатлений. Па-па! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok